Итак, всем привет! Сегодня небольшое видео, как можно сделать фотографии поинтереснее, как обычное место можно превратить в необычное. Сначала немножко подкорректируем нам поле, в котором всё будет происходить, и начнём работать с первым окном. Ctrl-G на новый слой. Ctrl-T по горизонтали отразим. Ctrl-T искажение. Сейчас нам нужно просто примерно продлить линию, сделать три окна одинаковых. Выберем нижний слой и продублируем примерно половину окна. Ctrl-J, Ctrl-T по горизонтали отразили. Теперь Ctrl-T искажение и сделаем, чтобы у нас была гардина более-менее ровна. И ластик на небольшой прозрачности подотрем, чтобы не было видно особо перехода, где мы что сделали. Вот такое окно у нас получилось. Объединяем с нижним слоем этот слой. Молодожен у нас пока спрятан, мы их попозже вернём. И теперь дублируем всё это окно. Ctrl-J. И выводим его вот сюда вот. Так, нам немножко не хватает поля, поэтому продлим здесь пока. И ещё раз Ctrl-T искажение. Примерно так. Теперь возвращаемся к нашему первому окну и ластиком протираем там, на нормальной прозрачности, где у нас ребята. Со всеми вместе с этими складочками и со всем остальным. Вернули ребят. Объединим все слои. Ctrl-A, Ctrl-T. И выровняем опять же искажением, чтобы у нас все окна были ровненькие. Сделаем направляющую. Если у вас этой линейки нету, Ctrl-R и она появится. И можно от неё брать, направляющие делать. И сделаем приблизительно, чтобы всё было ровненько у нас. Выделим верхнюю часть примерно до молодожон. Нажмём Ctrl-T и подтянем вверх, насколько это возможно, чтобы сделать окна у нас побольше. Если будем тянуть ещё выше, то вот эти штуки уже некрасиво растянутся. Поэтому, как вариант, можно сделать их отсоединить. Нажать Ctrl-J. Поднять их повыше. Поднимаем с Shift, чтобы не было смещения вправо и влево. И теперь можем выделить вот эту часть. Ctrl-J. Ctrl-J. Поднимаем слой, чтобы он был выше всех. Нажимаем на Ctrl-T и тянем вот до сюда. Вот так у нас получилось. Ещё раз объединяем. Зайдём ещё раз в Ctrl-A, Ctrl-T, искажения. И подправим, чтобы всё было более-менее ровно. Последнее окно у нас немножко поуже вроде. И здесь есть чуть-чуть. Ctrl-J, Ctrl-U, насыщенность в минус, способ наложения мягкий свет. Немножечко это всё усилит контраст. Выделим ребят. Уточнение, растушёвка. Ctrl-J, Ctrl-U. Ещё раз, чтобы больше акцент на ребят, мягкий свет. Когда у меня фотографии в контровом свете, либо у меня много теней, много контрастов, в фотографиях я очень часто теням добавляю красный оттенок. Красный часто ложится хорошо вместе с синим. Даётся такой приятный оттенок фотографии, более дорогой. Но так как мы добавляем, когда мы добавляем теням красный, а тени у нас становятся немножко потемнее, и часто это портит фотографию, поэтому мы сделаем, чтобы они были не такие тёмные. Ctrl-J, Ctrl-J, Ctrl-U. Насыщенность убираем. Способ наложения, умножение. Ластиком центральную часть. Здесь мы просто типа виньетки что-то сделали по бокам. Было у нас вот так вот, стало вот так вот. Ну или как вариант вообще спрятать всё это. Чтобы не было, чтобы гардина нас не отвлекала. Ctrl-T. Как-то она некрасиво смотрится. Ctrl-J, экран. Тащим бегунок. И меняем прозрачность. Немножечко поярче сделаем всё это. Ну и добавим шум. Ctrl-J, фильтр, шум. Добавить шум. Добавляя шум, мы сейчас будем в первую очередь смотреть вот на то, чтобы приятно получились вот эти вот части фотографии. Попробуем на 10. Объединяем слои. И когда фотография такая тёмная, контрастная, ей хорошо подходят рамочки. Полоски сверху и снизу. Для этого берём этот инструмент. Смотрим, чтобы у нас нижний слой, который сейчас белый, был чёрный. И поднимаем их, насколько нам по вкусу нужно. Получается вот так. Нажимаем сжать. И вот у нас такая фотография получилась. У нас в небольших городах, как правило, стоит острая проблема с интересными местами, с новыми местами. Поэтому, когда у вас особенно немного заказов, либо это вне сезон, либо когда вы начинающий фотограф, есть смысл делать фотографии поинтереснее, чтобы разнообразить портфолио, чтобы удивить ребят, сделать им приятно. Ну и просто для себя, для творчества. Надеюсь, было полезно и что-нибудь возьмёте себе на заметку. Всем спасибо.